Кент Харстед вместе с коллегой по ОБСЕ, главой миссии БДИПЧКа и Таной Дезелуетой Офтрам, встретились с Александром Лукашенко. Обсуждали, конечно, избирательную кампанию. Для международных экспертов постарались создать максимально открытые условия работы. Кроме того, по рекомендации ОБСЕ ЦИК внес ряд изменений. Например, наблюдателям теперь разрешено присутствовать во время приема протоколов о результатах голосования. Открыт доступ аккредитованных экспертов к информации о списках избирателей, ну и многое другое. Впрочем, во время беседы Александр Лукашенко поделился с зарубежными специалистами и мнением о том, какой видит свою роль во время кампании и каким должен быть депутат парламента. Я хочу сказать вам честно и откровенно, что моя роль в этом процессе состоит в том, чтобы обеспечить четкое и безукоризненное соблюдение законов и всего законодательства Беларуси о выборах согласно нашей Конституции. Я это должен обеспечить. Это мои функциональные обязанности по службе. Я должен сделать все, чтобы процесс голосования был честным, открытым и прошел в абсолютной безопасности. Чтобы люди шли на выборы как на праздник. Это наша традиция. Я очень заинтересован, чтобы в наш парламент пришли настоящие профессионалы. А политические убеждения должны способствовать развитию страны. Если это вопреки, то это уже не представитель народа. Безопасность, честность, принципиальность – это главная задача президента. Я буду делать все, чтобы выборы у нас прошли таким образом. И чтобы после выборов наша страна оставалась такой же открытой, чистой, честной и безопасной. Это главная задача президента. Многие нам много советуют. Многие и много советуют. Мы хорошие ученики. Учиться не поздно никогда. Но мы будем делать все, чтобы было как можно лучше для белорусского народа. И чтобы мы выполняли и соответствовали основным демократическим критериям подобных выборов. Мы не хотим, чтобы выборы дестабилизировали обстановку в стране. Слава Богу, последние выборы у нас к этому не приводят. И я буду делать все, чтобы так не случилось и после этих парламентских выборов. Поэтому вы можете быть уверены, что ваша миссия будет успешной. Выборы пройдут честно и достойно. И вам не будет стыдно за то, что вы координировали своих коллег на этих выборах. Я хочу поблагодарить вас за возможность встретиться. Очень ценно обменяться мнениями на пороге столь важного события. Я уже четвертый раз участвую в избирательной кампании в Беларуси. И должен отметить, что будучи координатором на предыдущих выборах, я отразил в своем докладе, что избирательный процесс становится все лучше и более открытым. Особенно следует отметить высокий уровень сотрудничества между ЦИКом Беларуси и миссией БДИПЧ в вашей стране. Важным и положительным знаком является приглашение европейских наблюдателей на выборы. Спецкоординатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ провел в Минске ряд переговоров. Ход кампании и вопросы, связанные с организацией международного наблюдения. Кент Харстед обсудил с министром иностранных дел Владимиром Макеем. На встрече с Харстедом в Совете Республики Михаил Мясникович отметил, что приглашая международных наблюдателей, Беларусь показывает открытость и приверженность демократическим принципам. Кстати, проводить мониторинг этих выборов будут более 800 международных наблюдателей. Расклад аккредитованных экспертов выглядит так. Самые внушительные миссии об ДИПЧ ОБСЕ и СНГ. 341 и 330 человек соответственно. Парламентская ассамблея ОБСЕ присылает 39 человек. Еще 19 от ПАСЕ и 65 представителей ДИП-корпуса. Ну и, конечно, национальные наблюдатели. Их около 25 с половиной тысяч.